Доброе утро! Учитель черчения из Нефтьюганска Дина Рябинок выиграла всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям». Стала лучшей из 90 преподавателей со всей страны. Дина удивила жюри работой по мотивам черного квадрата Малевича. В результате Югорчанка стала победителем конкурса в номинации «Педагог дополнительного образования по технической направленности». И прямо сейчас победительница всероссийского конкурса «Педагогов» Дина Рябинок у нас на прямой связи. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Мы поздравляем вас с этим достижением. Вы большая молодец. Мы вас не сомневались. А вы? В себе сомневались? Ну, нет. Я шла к этой победе, я шла к ней давно. И действительно, я надеялась на эту победу. Мы знаем, что вы сейчас в Москве. Прямо сейчас, а по Москве у нас, ой-ой-ой, половина шестого, без двадцати пяти. Но с какой целью вы отправились в столицу? Меня пригласили на праздничный концерт «Дню учителя» в Государственный Кремлевский дворец. Как победителя конкурса «Сердце отдаю детям». Для меня это огромная честь. Мы поздравляем вас с прошедшим праздником. Но я думаю, для учителей не бывает прошедших праздников. Вот не бывает. Это каждый день – это день учителя. Это важность профессии. Как вообще прошло награждение? Что там было? Расскажите, был ли какой-то праздничный концерт? Награждение происходило в Красноярске, а уже в Москве. Это был просто праздничный концерт для нас. И, конечно, знаете, торжественное награждение в Красноярске, когда присутствовали мои дети, двоих детей, я своих возила в Красноярск. Это, конечно, дорогого стоит, потому что из всех участников только у меня были дети. Они в зале меня поддерживали, аплодировали. И после всей церемонии тут же меня обняли, поддержали. Это самое главное – поддержка своей семьи и поддержка своих детей. И теперь, наверное, они тоже мечтают стать учителями, смотря на вас? Нет, вы знаете, каждый из детей мечтает пойти по своему пути. Но для них, конечно, моя победа, она важна. Это пример того, как стоит идти к цели и добиваться результатов. Ну, давайте вернемся к конкурсу. Вот расскажите, чем вас зацепил «Черный квадрат» Казимир Малевича? Почему решили уделить внимание вот именно этой работе, именно этой картине? Вы знаете, я на конкурс брала только те вещи, которые я провожу на своих уроках. И «Черный квадрат» Малевича – это та тема, с которой мы сталкиваемся на первом занятии. На самом деле, та вещь, которая очень-очень простая, она ведь не такая, какой кажется на самом деле. Потому что этот квадрат совсем не «Черный», ну и по факту это не «Квадрат». И вот об этом я как раз и говорю на своих занятиях и на своем мастер-классе. Не верьте тому, что написано. Проверяйте все, сомневайтесь и делайте свои выводы. А можно немножко подробностей? Сейчас у Алены случился взрыв. Почему он не «Черный», почему он не «Квадрат»? Пойдет дымок, и немножко лопнул мозг. Вы знаете, на уроках физики мы изучаем о том, что цвет – это отражение луча определенной длины. Белый – это отражение всех лучей. Черный – это поглощение всех лучей. Так вот, из физики ни черного, ни белого цвета не существует. И тогда какого цвета? Таракотовый. Это множество других цветов. Как его назвать? Это просто отсутствие света – это оттенки других цветов. Так, а форма? Ну и художники на самом деле с первого класса художественной школы об этом знают, они это изучают. Ну а с геометрической точки зрения это не «Квадрат». И у меня дети, ну это просто четырехгранная фигура. Почему? И дети у меня даже на репродукции измеряют. И на мастер-классе у меня учителя-педагоги также замеряли линейки и проверяли, что это действительно не «Квадрат». Это оптическая иллюзия, нам кажется, что это «Квадрат». Ты понимаешь, Алло, понимаешь? Вот сейчас, мне кажется, она наверняка похожа на какую-нибудь одну из ваших учениц, которая сидит где-то там на последней партии. А почему? А какого она цвета? Ну да. Это же черный квадрат. А ты прям знал, да? Я вообще знал. Я вообще знал. Я знал даже, что победят на всероссийском конкурсе. Выскочка. Давайте вернемся к конкурсу. Как проходил? Как проходил? Все ли удача? Проходил он в несколько этапов. Изначально из 90 участников мы участвовали как победителем. Нас выбирали в своей номинации. И у меня были достойные, сильнейшие соперники. Я их действительно боялась. Потому что моя техническая номинация подразумевает IT-технологии, новые технологии, современные. Со мной боролись из кванториумов, прекрасные педагоги. Даже одна педагога из колледжа. Она преподает в колледже. И я видела изначально, какой у них высокий уровень. Я правда их боялась. И поэтому для меня вдвойне приятно была эта победа. С такой специализацией, как черчение. И мой мастер-класс на самом деле не нес современных технологий. Но он нес основы педагогики. И членам жюри очень понравилось. А что-то успели подчерпнуть от конкурентов? Потому что наверняка смотрели презентации других участников. Может быть какие-нибудь идеи для уроков или что-нибудь, что вас вдохновило? Зацепочки какие-нибудь были? Вы знаете, все я не успела посмотреть. Но сейчас опубликуют мастер-классы педагогов. И я, как и в прошлом году, я все смотрела мастер-классы и почерпнула для себя что-то новое. Потому что в прошлом году я общалась с прошлым победителем технической номинации. Я консультировалась у него. То и сейчас я обязательно посмотрю мастер-классы всех соперников. Что мне не удалось сейчас на конкурсе. Потому что я готовилась к своему мастер-классу. И да, я уже видела некоторые фишки. Есть что мне вынести и поучиться. На самом деле прекрасные соперники, у которых тоже стоит учиться. Ну что же, мы поздравляем вас с победой. Мы поздравляем вас с прошедшим праздником Днем Учителя. Мы ни на секунду не сомневались, что победа будет в ваших руках. Ну и конечно же, спасибо огромное, что вышли с нами сегодня на связь из нашей столицы. Спасибо. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо вам. До свидания.